Галина Ивановна Садко – старейшая жительница города Касимово. 11 марта отметила 110-летний юбилей. Она родилась в 1908 году в Мещанской семье. В родовом доме на улице Комарова прошла практически вся ее жизнь. От этого здания так и веется тряной. После окончания Касимовского педагогического училища Галина Ивановна стала работать учителем в деревне Капаново. Здесь она и познакомилась со своим мужем Львом Садком. У меня муж что, военный был? Его переводили с одного места на другое. Вот он из Матума переехал в Армению. В Армении я заболела. Заболела какой-то болезнью горло. Разреженный воздух оказался для меня неподходящим. У меня начались обыроки. И мне, и мужу сказали, что он, если хочет, чтобы я была жива, я отправлюсь. И вот я приехала в Касимово. Несмотря на столь почтенный возраст, у Галины Ивановны хорошая память. Ее воспоминания – настоящий кладезь для краеведов и музейных работников. Кстати, она и сама работала в Касимовском музее научным сотрудником с 1950-х годов вплоть до выхода на пенсию. Я научным работником была. В Горкоме мне директора была Шереметьева Мария Прохоровна. Она, когда пришла к нам работать в музее, хотели меня. Но я беспартийная. Можно мне доверять такое дело, как введение эксурсии? Ну и вот прислали Шереметьеву. А Шереметьеву пришла и говорит, я в краеведении ничего не знаю. И узнать не желаю. И я не буду возить эксурсии. Водите вы два научных сотрудника. Вы водите, а я хозяйственную часть буду идти. Вот так вы и работали. Работали дружно, хорошо. В музее-заповеднике до сих пор хранятся записи, сделанные рукой Галины Ивановны. Нередко ее авторские публикации об истории города и знаменитых земляках можно встретить и в местных газетах. Галина Ивановна уникальная женщина. Ее по праву можно назвать хранительницей истории родного города.